Доброго дня всем присутствующим на моем шабаше. Да-да, именно так. Этим видео я открываю новое направление своей деятельности. Это разоблачение фейков и фейкометов по свободной энергии и вечным двигателям. Буду касаться непосредственно как самих предоставленных моделей обмана, так и тех, кто на этой лжи поднимается. Хочу, чтобы вы все поняли, все, что вы видите из демонстрации по какому-либо из БТГ или вечных двигателей надо воспринимать только как интересное шоу, не более. Бейте себе в сознание, что если вы видите подобное, а рядом нет ни одного независимого эксперта, то считаете, это стопроцентный фейк. Так как абсолютно любое видео можно элементарно подделать, вам покажут фокус, который будет подан как вкуснятина, но это будет иллюзия. Даже если вокруг некого устройства будут независимые эксперты, тупо не верьте. Экспертов тоже можно обмануть или в реальности они не эксперты. Даже если вам лично покажут, что чудодейственные устройства дадут пощупать, испытать, не верьте. Только тогда, когда вы сможете сами повторить, без собственного обмана, только тогда вы можете попытаться поверить. Уважаемые, это реалии жизни, где есть возможность паразитировать на людском доверии мечте, там вас всегда будут парить и кидаться самыми невероятными предложениями. Ведь люди так хотят несбыточной клубнички. Уже несколько месяцев я собирался с духом и пытался созреть. Для этой охоты на интернет-паразитов. Теперь я готов, принимайте. Итак, я начинаю. Первые жертвы моего разоблачения. Вы видели многие на этот ролик. Набрал почти 7 миллионов просмотров. Неплохая подборочка. Вот как эта елочка стандартная, с которой все начиналось, в общем-то. Еще подобие елок и так далее. Вот эта очень красивая елочка. Мне всегда она нравилась. Я всегда леял надежду, что все-таки это не фейк и что это может быть в реальности на самом деле. До последнего, как говорится, жаждал повторить. Вот ее репликация и вот этот шедевр, который стал основой для огромного количества повторов и разочарований. Причем представьте себе, вот это устройство было еще в девятом году выложено. Но посмотра маловато. Как-то тут что-то непонятное вышло. Тем не менее, это оказалось прототипом. Одним из прототипов, наверное, вечного движения на магнитах. И вот представьте себе, что все работает только из-за того, что кто-то двигает магнитик дополнительно. То есть из мертвой зоны надо вовремя выскочить, чтобы не залипнуть. Почти с этого все и началось. Здесь у нас показано, как кто-то пытается повторить уже в графике идеальное устройство прям. Хотя на самом деле ничего идеального тут нету. Но по взаимодействию магнитов сделано в принципе правильно. Кроме одного вот этого не действующего узла. Естественно повторителей нашлось многое, которые поверили. Собирались целые демонстрации, симпозиумы, пытались доказать, что оно работает. Вариантов было море и куча. Хотя здесь вот уже этот был неправильный вариант. Он в принципе работать никак не может. Не то, что как бы. Но люди повторялись. Ну тут мы видим, как кто-то пытается хоть чего-то собрать в домашних условиях. Естественно ничего не получается. Так как в принципе он собран уже неправильно. Следующая попытка. И тоже что-то непонятное и неправильное и не действующее. Но как говорится отрицательный результат тоже результат. Начали люди доходить, что вероятнее всего что-то тут не так. А вот тут у нас нашелся товарищ, который решил повторить. У него ничего не вышло. И вот он пытается сравнить, что же тут не так. В чем же делаю? Почему его модель не хочет работать? Когда вот же оно, вот. Все красиво, шикарно и все рабочее. Но что я могу сказать по этой модели? В первую очередь он неправильно поставил магниты. Магниты короткие. Должно быть длинным. Конечно, я же говорю, что это феек. Но тем не менее надо же до конца быть грамотным. А это уже полная безграмотность. Вот этот рычаг сделал настолько неправильно, что он не соответствует желаемому. Очень большие зазоры и тут и тут. В общем, модель изначально сделана неправильно. И даже если бы это работало, то у него точно не будет работать. И вот парень показывает, рассказывает, как он бедненький, несчастный. Да, вот я не говорю о том, что у него там внутри стальные винты стоят. Что тоже неправильно. И вот он показывает, как работает там. Как все красиво, под музычку, шикарно. Ну почему не работает? Почему? В чем беда? Вот что не набрало много осмотров. Хотя тоже про вечный двигатель. Почти на равных лайки и дизлайки. Но тут сами себя разоблачают. Как все на самом деле было. Вот товарищ показывает, как красиво все шикарно сделано. Но вся конструкция работает только потому, что воздушная струя компрессор. А все почему? Потому что как хочу, так и показываю. Что мне не надо, я не показываю. Что мне надо, я покажу. И все красиво. Никаких магнитов. Ничего не надо. Оно само будет крутиться. Вечное движение. Эволюция безнадежности. Вот такая модель показывалась. Всем и всюду. Набирало максимальное количество посмотров. Вот так оно все демонстрировалось. Но смотрим. Двадцать девять тысяч. Все. С тринадцатого года. И он закрутился. Но что мы слышим за кадром, если правда вы слышите? Шум компрессора. Вот опять слышно, что компрессор шумит. И останавливается. Все. Шикарный фейк. В который поверили миллионы. И хотели бы повторить и повторяли. К сожалению. А мы приступим к еще одному интересному объекту. Есть такой парень. Не из наших кровей. Чем он тут балуется? Он у нас тут балуется игрушками. Показывает, демонстрирует. Просмотры самые разные. От каких-то тысяч до сотен тысяч. Есть и миллионы. И что мы видим? Свободная энергия. Стопроцентная свободная энергия. И почти пять миллионов за девять месяцев. Что же демонстрирует этот парень? А парень шикарную нам показывает безделушку. Берет пять двигателей игрушечных. Собирает их. Паяет на ваших глазках. Вот этот вот маленький пацанчик. Шустренький. Музыка соответствующая. Вот он собрал на картонках. Все красиво, шикарно. Молодец парень. Я это буду конечно прокручивать. Потому что смотреть. Захотите сами посмотрите. Светодиодики конечно обязательно. Вконтактики. Все как полагается. Все как положено. Все как должно быть. Видите ничего не прячем. Припаял. Изолировал. Ключевой момент. Склеил изолентой. Ключевой момент. Правда не синий и красный. Ошибочкам. Ну для чего. Ну типа наверное закрыть дырочки всякие. Раз и поехала. Система. Светится, крутится, сверкает. Пять миллионов просмотров почти. Пять миллионов просмотров почти. И пятьдесят тысяч дебилов. Которые лайкнули его. О чем они думали? Ну все да. А что? Что не так? В чем дело то? А дело вот в чем. Смотрим что делает паренек. Так. Берет изоленту. Зачем он ее берет? А это все отвлекающий маневр. Для того чтобы закрыть настоящее происходящее. Стоп. Смотрим. Веревочка. Пальчик. Мальчик конечно с одной стороны умненький. Но видать все таки не совсем. Извилина у него не та. Что бы сюда кнопочку вот так вот элементарно поставить. И на нее нажать. В момент включения. Ну не знаю. Может поэтому он пятьдесят двадцать три тысячи дизлайков получил. Потому что кто то все таки увидел. Какими он выключателями тут пользуется. Повторяем. Видите бугорочек какой. Прямо видно. Он даже не скрывает его толком. Но. Дикий ужас. Дикий фейк. Но свободная энергия. Сто процентов. Пять миллионов просмотров. Парень пришел к успеху. Я бы еще что то показал другое. Но. Мне понравилось вот что. Есть такой человек мистер. Где то там то ли. Ну короче за рубежом. Довольно популярный. Строгает. Фейки. Ежечасно. Ежедневно. На любой вкус. Что то там крутится. Что то сверкает. Что то моргает. Что то двигается. Пожалуйста. Выбирайте. Что хочешь. Но. Что мы видим. Ой. Мы уже это видели. Ладно. Посмотрим. Что же нам предложит. Этот товарищ мистер. А мистер нам предлагает. Ну не на пяти. Тут он немножко. Пожалел. Ну ладно. Светодиоды есть. Двигатели крутятся. Картонка на месте. Да. Изолента черная. Все шикарно красиво. А теперь смотрим. Вот он собирает. Вдаваться подробности не будем. Все. Примерно. Та же картина. Картонка. Собачонка. Изолента. Клей. Лужу паяю. Вот. Напаял. Мужичок. Ну. Явно не парень. Пятнадцатилетний. Мужичок. Явно не парень. Паял. Установил. Прикрутил. И. Доходим до финала. Все шикарно. Красиво. Опять же веревочка. Да. Кручу и верчу. Запутать хочу. Дергаем. Красота. Ну. Мужик хоть правильно выключатель поставил. С обратной стороны чтоб не было видно. Вот на этом ему респект. А теперь смотрим. Обратите внимание. Вот на этом. К примеру да. Двигатель. Зелененький. Коричневый. Беленький. Да. Немножко тормозить все. Наверное за записи. Его чудо. Что это? Там какой был? Зелененький. Коричневый. Беленький. Тут. Зелененький. Беленький. Коричневый. Что произошло? Что вообще происходит? Что за магия? Как надо парить человеку это все? Насколько он грубо это все делает? Что даже не задумывается. Создав несколько моделей. Он такое впаривает просто. Ну. Можно еще по другим там моментам посмотреть. Это уже не столь важно. Вот посмотрите внимательно. Вот на эти капли клея. Которые тут. И тут. Они находятся впереди двигателя. Видите? А в модели. Которая демонстрируется. Она уже находится почти сзади. Я уж не говорю про эту изоленту. На которой можно посмотреть. Она тоже не соответствует. Намотки. Как было раньше. Видите края. И как стало потом. Понятно что. Стоит только поставить на двигателе. Которые вдруг. Неожиданно поменялись местами. Тут все понятно. Вот такой вот мистер. А на этом на сегодня. Я буду подходить к концу. Под конец сегодняшнего выступления. Я еще раз напомню. Кто не видел мои предыдущие записи. Я сам сторонник свободной энергии. БТГ и вечных двигателей. Но твердо знаю. Что на самом деле. Ничего само по себе. Работать не будет. И дело совсем не в законе. Сохранение энергии. Я тоже не признаю этот закон. Тем не менее. Знаю. Что есть энергии. Которые можно использовать. А главная проблема. Как правильно. К этим энергиям подойти. На этом я откланиваюсь. И до новых встреч.